МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Видим, что установлены столбики, но когда начинаем искать собственников этих столбиков, все люди отказываются. В этом случае мы привлекаем к административной ответственности администрацию поселений, поскольку они несут полную ответственность за содержание территории. И к самим ограждениям и к их сносу жители относятся неоднозначно. Стоят столбики, вот поставила машину, не грязь, ничего. Не будет столбиков, подъезжать будут машины, и будет стоянка, это будет целый день. А чему мешает? Вы посмотрите, вот, например, у нас машины уже выехали на зеленую поляну. И они загородили, и кроме них туда никто не может встать. Вот тут, если вы подъехали, захотите туда заехать, они все, повесили замок. По мнению водителя, установка ограждений связана с тем, что автопарковок во дворах не хватает. Но это, считает проверяющий, не повод нарушать нормы чистоты и благоустройства дворов Московской области. Борьба с незаконными ограждениями продолжится во всем районе. Сотрудники Госадомтехнадзора имеют право сфотографировать нарушение, затем с помощью ГИБДД установить владельцев автомобилей и выслать по почте штраф. Пока его сумма минимальная – тысяча рублей, но при повторном нарушении она вырастет до пяти тысяч. Юлия Беспальта, Оксана Боярова, Дмитрий Маракасов, Солнечногорское телевидение, информационная программа «Наше время».